Раиса Демчук не по своей вине стала участником аварии. 16 ноября она вместе со своей семьей решила зайти в магазин. Припарковавшись возле магазина, она и подумать не могла, что когда выйдут обратно, их автомобиль будет изрядно помят. Сделали все сразу, как полагается. Выставили знаки и позвонили аварийным комиссарам. То, что последовало дальше, нам рассказала сама Раиса. Значит, они предлагают нам 800 рублей за то, что приехали, схему нарисовали. Просто нарисовали. И получить документы из ГИБДД за 500 рублей дополнительно. Вот так Раиса с одной справкой об аварии и пошла в страховую компанию. Только вот там ей сказали, нет схемы и объяснительных, значит и денег страховых тоже не будет. Наша героиня решила обратиться к комиссарам, которые выезжали на место аварии. Но все тщетно. Получается, пострадавший в аварии автовладелец остается без документов, если заплатит аварийным компенсарам 500 рублей в дополнение к 800, уплаченным за вызов. В ГИБДД города Салькамск нам отказались комментировать данную ситуацию. А вот что думает по этому поводу адвокат Алексей Васильев. И вот если вы напишите ходатайство на имя начальника ГИБДД с просьбой ознакомиться с материалами дела и за свой счет снять копии с этих материалов, в том числе и схемы ДТП, в данном случае начальник, разрешая ходатайство, может не согласиться с вашими доводами и отказать вам удовлетворение этого ходатайства. Но отказ должен поступить вам в письменном виде. Для того, чтобы потом с этим документом вы уже смогли обратиться в прокуратуру или суд. Что же касается страховой компании. В течение 15 дней вы обязаны обратиться к ним. Просто оставшиеся документы вы можете донести уже после решения суда. Вот такими сложными путями вы можете получить все необходимые документы для получения страховки. Если не хотите доплачивать аварийным комиссарам 500 рублей. Но лучше, конечно, не попадать в такие неприятные ситуации. Евгения Константинова, Сергей Сбзеев, телекомпания «Сольтово».